Доброе утро! Мы находимся у королевских ворот. Все по королевскому, прямой эфир. И, как вы заметили, рядом со мной очаровательная, красивая Фарида Джаниева. Фитнес-модель Фарида. Доброе утро! Доброе. Обратите внимание, в каком виде, потому что на самом деле фитнес не любит много одежды, не любит суеты. Так сказать, показывает, чего она добилась. У меня сразу вопрос. Кто заинтересовал вас именно заниматься фитнесом, заниматься своим телом, здоровьем, фигурой? Ну, на самом деле, это была просто моя инициатива. Так получилось, что я проходила мимо спортзала, поняла, что мне нужно подкачаться, думаю, пойду для себя позанимаюсь. А в дальнейшем уже тренер посадку стоило тому, что я начала уже заниматься более профессионально. Ну, то есть это не было какой-то, знаете, там, если меня бросил парень, поэтому сейчас я отомщу, или там я сейчас покажу ему. Изначально нет, но да, такая история была. Да, это было перед моими первыми соревнованиями, вот, собственно, по которым дал мне толчок мой тренер, чтобы я начала заниматься, уже готовиться, вот эти все периоды сушки и так далее. Сушки, друзья, то есть это с чаем сушки, да? Сушка – это когда человек исключает из своего рациона большинство продуктов, это молочные продукты, красные овощи, уменьшение количества углеводов, потом вообще без углеводов. Ничего себе. Ну, такой петап подготовки к соревнованиям. Скажите, в каких конкурсах вы участвовали, какие результаты? Ну, результатов я, к сожалению, пока не добилась, так как, видимо, опыта мало, все-таки полтора года. Первое соревнование, в котором я участвовала, это был спортивный конкурс по фитнес-бикини. Вот, он проходил здесь, в Калининграде, это было где-то примерно год назад. Также осенью я решила поучаствовать уже на профессиональном уровне в области. Ну, в области, да, конечно, ничего не добилось, но все еще впереди, впереди еще победы, также сушка и так далее. Фариды, я смотрю, что вы пришли не с пустыми руками, а что за каша на столе? Расскажите, это завтрак настоящего чемпиона, чемпионки, правильно? Да, это завтрак каждое мое утро. Давайте расскажем и покажем, значит, что здесь находится, пахнет очень вкусно, овсяночка с чем? 100 грамм овсяночки на воде, сваренная с корицей и с добавлением такого сиропа, островит, в котором все по нулям, калории по нулям. А как еще раз называется? Островит. Ух ты, круто, для тех, кто снижает вес. Да. Где найти? Ну, чтобы только не рекламовала. В спортивном магазине. Любой. То есть заходите, спрашиваете, и вам дают, он на самом деле очень сладенький, вкусненький, и вот заменяет очень хорошо сахар там или что-то в этом роде. Как начинается ваше утро, кроме того, что вы едите вот эту полезную кашу? Что вы делаете, проснулись, душ, каша, а потом сразу упражнение или что? Нет, я, конечно, просыпаюсь, у меня сначала БЦА протеин, потом уже идет каша, ну и потом я уже начинаю заниматься своими делами. С утра тренироваться я не могу, потому что, ну, ну, как бы нет желания, такой небольшой упадок сил. Бывает иногда, что я могу побегать, но это крайне редко. Вопрос по поводу протеина. Можно ли считать прием протеина, например, коктейль, вместо приема пищи? В качестве перекуса можно его считать, но как полноценный обед, ужин или позавтрак, нет, он не подходит. Что делать людям, у которых сначала излишний вес, потом они хотят прийти, может быть, к мышцам, да? То есть какая схема? Снизить вес, а потом набирать? Или параллельно все это перемалывать, оно все придет в себя, переработается? Нет, в любом случае, чтобы набрать сухую мышечную массу, привести кожу в хороший тонус, нужно изначально понизить свой вес. Так, жировую прослойку убрать. С помощью кардио, тренировок, вот, ну, как бы, хотя бы для начинающих два раза в неделю будет достаточно. Вот, и затем уже начинать набирать какие-то сухую мышечную массу. Парида, покажите ваши бицепсы. А понятно, что полтора... Вау, круто! Крупный план, я думаю, нам показали. Да, слушайте, можно даже подробно. Можно. Круто, круто, вы что, знаете, это не просто так, на самом деле. Когда вы появляетесь где-нибудь, может быть, на пляже, да, или, может быть, в обычном месте, как на это реагируют девчонки с одной стороны и парни с другой? Ну, девчонки, понятно, все, как бы, смотрят, оценивают взглядом. Ну, парни, парни это парни. Чего вы хотите достичь в конечном итоге? Вы хотите стать, может быть, настоящей культуристкой, когда, знаете, прям огромная груда мышц? Нет, нет, это уже подобно уже. Это на любителя, скажу я вам, да. В моих мечтах, как бы, уже вот недавно такое возникло, я хочу попасть на Олимпию, хотя бы на любительскую. О! Поэтому, как бы, нужно очень-очень много тренироваться, следить за питанием. Вы качаете все? Конечно. Руки, плечи, грудь, живот, попу, ноги, все, да, то есть, получается, все группы мышц вы задействуете специальными упражнениями? Да. Может быть, покажется какое-нибудь одно упражнение, прежде чем мы попрощаемся, потому что, я думаю, кому-то может интересно, и кто-то сделает прямо после программы или во время. Вот это прекрасное место, как сцена вам. Буквально одно-два упражнения, а мы запомним, например. Попрощается, или мы приездили. Да, вы, может быть, даже покажете, ну, чисто вот технически, да, что-то мы держим в руках, или просто делаем само упражнение. Ну, я могу вам показать пресс. Давайте, давайте, вы прямо вот располагайтесь, мы вас подснимем, нет проблем. Только аккуратно, да, микрофон подтяните, да, к себе. Мы сейчас в прямом эфире все сделаем, потому что мало слов мы хотим посмотреть. Ну, можно, в принципе, сесть на край стола, это не одно из базовых упражнений, но нужно взяться так, чтобы вам было удобно. Так. Здесь, конечно, мало места. Ну, приблизительно, да, то есть, понятно, занять позицию, облокотиться. Да, вытягиваем ноги, напрягаем пресс, и в сечение, ну, раз на 15-20 в напряженном состоянии мы качаем пресс. Сколько подходов таких? А таких 3-4 подхода, ну, достаточно будет 4 подхода. Так, там оставайтесь дальше. Вопрос, если человек начнет заниматься и сразу не получится, может быть, как-то? Да, бывает такое, что сразу не получается, сразу результаты не приходят. Нормальный уход веса – это килограмм в неделю. Килограмм в неделю. Да, килограмм в неделю. Тогда с организмом все в порядке, то есть, человек здоровый, никаких сбоев не будет. Ну, в месяц где-то 3-4 килограмма может быть и спокойно. И вопрос еще. Если мы хотим качнуть, например, любимую точку, девочка очень любит качать попу, чтобы она была, как говорится, знаете, такая спортивная. Какое упражнение для шестой точки? Что порекомендуете? Кроме приседания, это я и сам знаю. Кроме приседания, выпады. Очень хорошо помогают выпады. Они очень хорошо прорабатывают задний бицепс бедра, именно самую пятую точку. Ну, покажите аккуратненько, возьмите приборчик, да, и хотя бы один выпад, просто технически. Выпады можно ходить, а можно стоять и делать на месте. То есть, кому как удобно. Если место не позволяет, можно встать так, чтобы, когда вы присаживаетесь, руки впереди, на прессе и все остальное, и ноги должны быть согнуты под углом 90 градусов. Наклоняйтесь. Все, я думаю, зрители это прекрасно видят. Присаживайте, растягивайте и поднимайте за счет упора на ягодицы. Сколько выпадов? Ну, от скольки начинать? Начинается от 12 на каждую ногу. Ну, и заканчивается уже желательно 25-ю. Много повторка позволяет больше сжигать шаров, чем... Музыка, естественно, приветствует во время тренировок. Конечно, конечно. Музыка – это святое. Ясно. Ну что, спасибо большое, Фарида Джанеева. Ну, присаживайтесь ко мне, мы все равно вас уже здесь будем провожать. Я предлагаю с вами сейчас позавтракать, попробовать кашу. И, в принципе, пожелайте чего-нибудь калининградцам, чего-нибудь спортивного и полезного. Зарядите их также энергией. И мотивация, главное, девчонки. Смотрите, какие формы. Ребята, летний сезон как бы не за горями. Я надеюсь, что он все будет. Ну, он уже как бы идет, но пока... Да, поэтому, если вы хотите блистать на пляже, занимайтесь собой, подтягивайте свою кожу, приводите ее в тонус. В общем, занимайтесь и любите спорт. Всем доброго утра. Давайте, Фарида, позавтракаем, что приготовили. Фарида. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok